Стало традицией перед днем города приводить Лобинск в порядок. В этом году праздник особый, юбилейный, поэтому и к месячнику горожане подошли с соответствующим настроем. Субботником завершился месячник по наведению санитарного порядка и благоустройству. Всего в нем приняли участие около 11,5 тысяч лобинцев. Среди них сотрудники предприятий, администраций, бюджетных организаций, школьники, студенты, жители города. Мели, белили, сажали, красили во всех уголках Лобинска. Ход субботника контролировал глава городской администрации. Первое место, которое посетил Алексей Матыченко – детский сад номер 5. Здесь на работу вышел практически весь коллектив, который обозначил для себя много задач. Навести идеальную чистоту на территории детского сада, посадить кусты, деревья. 95 лет в этом году детскому саду. Мы хотим посадить аллею из дубов, которые вырастили наши дети из желудей. И в будущем, когда они будут большими деревьями, наши дети будут вспоминать о том, что они ходили в детский сад, и деревья будут высокие, красивые, и так же, как наши дети будут высокие и красивые. 12 саженцев высадили на территории спортивной площадки. Заведующая отметила, что коллектив детского сада дружный, и на субботник все выходят только с положительными эмоциями. Мы всегда рады убрать свой любимый сад, чтобы было красиво и уютно. Для наших детей настроение чудесное, погода хорошая. Ждем праздника, день города. Порядок навели на территориях школ. Глава посетил первую, где на субботник вышли и дети, и педагогический коллектив. Месячник чистоты и порядка идет у нас уже давно. Сегодня субботник, поэтому бросили большие силы. В пятницу отработали с первого по восьмой класс, сегодня работает 9-11 класс. Вышли все сотрудники, это 36 человек, ну и порядка 80 детей. Планируем сегодня побелить деревья на территории после дождей очередной раз, вывезти мусор, нейтрализовать две свалки. Я пришла на субботник для того, чтобы помочь учителям сделать школу красивее, чтобы к ней было ходить приятно. Несмотря на то, что я болею, я пришла с хорошим настроением, помогаю учителям убирать школу, чтобы она стала красивой. Листья все убираем, чтобы школа посвежела. Одно из самых популярных мест в городе – парк. Здесь работали сотрудники администрации. Они привели в порядок клумбы и очистили газоны от опавшей листвы. Сегодня уборка опавшей листвы полностью в парке по всем секторам. То есть сбор граблями в мешки и на вывоз на свалку. Не жечь, вывозим, не жгем. Ну и собственно, так как сейчас осень, листвы очень много и к празднованию дню города вышли районная администрация, городская администрация на уборку нашего центра города и нашей жемчужины города, это парка. Стремимся к чистоте, к порядку. Погода сегодня позволяет нам поработать не просто хорошо, но и с хорошим настроением, потому что нет дождя. Мы готовимся к дню города, для того, чтобы жители пришли в наш парк, увидели не только красивые клумбы, растения, но и ухоженные газоны, убранную листву. Поэтому всем миром, вся администрация района в хорошем смысле навалились, для того, чтобы помочь городу нашему, подготовке дня города. И призываю всех жителей подключиться к этому мероприятию, каждому возле своего дома, возле своего предприятия, магазинчика, навести порядок, для того, чтобы город был еще более чистый, ухоженный, уютный, наш родной, любимый Лобинск. На въезде в Лобинск со стороны Курганинска работали сотрудники управления коммунального хозяйства. Расстояние от Прохладненского перекрестка до поста ГАИ больше пяти километров. Дружным коллективом коммунальщики побелили почти три с половиной тысячи деревьев. В уборке приняли участие много школьников. Их задействовали в нескольких экологических марафонах. Дети очистили от бытового мусора несколько центральных улиц Лобинска. Вторая и шестая школы работали на улицах Свободы и Турченинова. Нам нравится убирать свой Лобинский район. Благодаря нам мы надеемся, что мы сделали город лучше, чище. Я наблюдала уже не раз такую ситуацию, когда люди идут и выбрасывают мусор из окон, и просто идут и бросают. А потом мы идем, это и собираем. Так как я сегодня убирала мусор, я понимаю, что это нельзя делать. И хотелось бы сказать всем окружающим, чтобы любили наш город. Учащиеся четвертой школы каждый год трудятся на улице Шервашидзе. Ежегодно мы убираемся ради того, чтобы город был чистый. Мы много находили пачек из-под конфет, конфеты и железных банок. Я отношусь отрицательно к тем, кто выбрасывает мусор из машин. И так, люди проходят и выбрасывают. Потому что они этим загрязняют природу. В районе сахарного завода очистили улицы от отходов учащейся 11-й школы. Задействованные в экологических акциях дети собрали несколько десятков мешков мусора. После работы приятным сюрпризом для всех стало мороженое от главы города. Мне понравилось. Это тем более утром, как утренняя зарядка. Нагинались все время. Нам дали очень вкусное мороженое. Всем спасибо. Во втором микрорайоне занимались озеленением. Активисты в день субботника посадили около 30 саженцев. Благодарны, что посадили деревья. Они будут расти и будут дети потеньком сидеть. Мы посадили аллею орехов по улице Красноармейская. Здесь садим дубы. Это артиллерийская школьная и наша детская площадка. И на данный момент строится еще одна клумба, которая находится на улице Школьной, напротив мойки круглосуточной. То есть там у нас задействованы три предпринимателя. Кишун Александр Сергеевич, Енина Елена и руководитель мойки Александр Иванович. Вот они нам будут помогать в строительстве этой клумбы. Организована вырезка поросли на старом кладбище. Но не начато было, пока стояла непогода такая. Сейчас есть человек, который проживает на Турчениново. Он потихонечку будет вырезать поросель. Возможно, что мы ее найдем способ порубить и вывезти. Немалая часть гостей Лобинска приезжает в город со стороны Вознесенского въезда. Здесь разбита клумба, которую поддерживает в порядке актив 4-го микрорайона. За время субботника цветов добавилось. Мы сегодня высаживаем три сорта цветов. Гиацинты, тюльпаны и нарциссы. Четыре человека работают. Другая у нас клумба на Победы. Победа пионерская. Многоквартирный дом. Жители 211-3 вышли в свою площадку домовую привезти в порядок. Шервашиза 67 также будет проводить покраску фундамента и, конечно, уборка своей придомовой территории. Поэтому нам доставляет удовольствие, что мы к дню города наводим порядок и надеемся, что все будет хорошо и красиво. Глава Лобинска побывал во многих местах, где трудились горожане. Алексей Матыченко остался доволен и результатами работы, и положительным настроем, с которым вышли на уборку лобинцы. Сперва поблагодарю жителей города Лобинска, руководителей предприятий, учреждений. Все, кто сегодня организованно вышли на всегородской субботник, который, как известно, мы проводили по программе подготовки к празднованию 175-летия города Лобинска. Каковы итоги? Я скажу, что итоги хорошие. Только сегодня принимало участие в субботнике около 5000 человек. Сделан большой объем работы. Вот именно сейчас, сегодня, может быть, активность не такая массовость. В прошлом году было 6000 человек и более. Но очень хорошо поработали в течение всей этой недели. Потому что на предприятиях, в организациях выбирали удобные режимы проведения этих работ. И сегодня посажено более 200 деревьев. Наведен порядок практически во всех уголках города. Работали дети очень массово. Работали ТОСы. Я за это всех еще раз очень благодарю. Не буду уставать повторять, что мы сами, только сами, можем себе сделать праздник. Праздник должен быть, в первую очередь, у нас в душе, в сердце, в голове. Когда хорошо то место, где ты живешь, это уже праздник. В конце все-таки еще раз напоминаю, что 8 октября город Лобинск празднует свой юбилей, 175-летие. Приглашаю всех принять участие. Вы сегодня подготовили город к празднику. Спасибо всем большое. Всех с праздником. Татьяна Щукина, Георгий Сопов, телекомпания Лоба.